Здравствуйте, дорогие соотечественники! 31 августа 2023 года, время по Астане, 13.44. У меня очередное интервью. У меня будет интервью сегодня с Вадимом Петровым. Вадим Петров – это представитель организации «Балтийская республиканская партия». Мы познакомились в прошлом году в Варшаве. Форум свободных народов пост России проходил, Олег Моголевский проводил. На этой площадке познакомились, подружились. Вадим, приветствую тебя. Добрый день. Здравствуйте, Аршан. Всех ваших зрителей также приветствую. Ну, Вадим, первый это я хотел сразу вопрос, как сказать, к делу перейти. Балтийская республиканская партия – это, я так понял, Калининградская область должна стать независимой республикой. Есть люди, которые такую идею продвигают. И вот здесь проясни, пожалуйста, что за люди, какая идея? Да. Балтийская республиканская партия, я немножко зайду издалека, была официально зарегистрированная первая региональная партия в России. Она в 93-м году была зарегистрирована. Сергеем Пасько, этнический украинец, который проживал в нашем регионе, бизнесмен. А также ему помогал в этом начинании первый губернатор нашего региона – Юрий Маточкин. Совместно они зарегистрировали партию, он помог это сделать. Партия несла такой нарратив. Изначально никаких помыслов не было на отделение. Сергей Пасько и Юрий Маточкин верили, что есть какая-то федерация в России. Федеративные, так скажем, договоры с республиками должны работать. Почему я это говорю? Что наша партия изначально, первый нарратив такой главный был – это статус республики в нашем регионе. Так как оторванность вокруг границы, Литва, Польфта, общих границ с Россией нет. И также мы ограничим еще по морю со Швецией. Партия наша существовала достаточно долго. Два депутата в нашем региональном парламенте даже заседали отношения по партии. Их выбирало население. 10% населения региона, скажем, на тот момент, к миллиону. 10% населения голосовало за этих депутатов. Продвигали они эту тему. Сергей Пашко продвигал со своей командой достаточно долго, аккуратно. И ничего плохого для общего пространства еще как бы мифической сейчас, как мы это знаем, федерации не было. Но все-таки в Кремле этого боялись, потому что, ну, так как это республиканский статус, все денежные, так скажем, потоки, которые собраны в регионе, должны были оставаться у нас в регионе. Вот был бы в этом весь смысл, что должны работать на регион. Плюс как бы мы самодостаточны. У нас есть янтарь, большие заливы янтаря. Камень это полудрагоценный. Его у нас очень много, в принципе. И есть нефть в море, на сурке. Мы можем сами себя обеспечить. Как бы партия предлагала населению такие моменты, например, битвиз Европы, да, это уже еще в 96-м даже году. Был такой проект, потом позднее, в 2010 году, Калининград, узник Европы, да. БРП совместно с жителями региона, да, активными принимала в этом участие, да, и раскручивала этот проект, собирали подписи в интернете, и потом наши жители региона ездили в Брюссель, подавали документы, чтобы мы ездили именно в наш регион без виз, за оторванности, вот то, что мы, как бы, мы анклав, то есть тесное отношение с Европой, да, вот в таком нарративе как бы работалось. Работали, да, Балтийско-республиканская партия. А также еще хочу рассказать о особой экономической зоне, это был такой проект Балтийско-республиканской партии, это чтобы пришли инвестиции в регион, было связано с таможенными пошлиными. Вот, но, к сожалению, Москва долгие годы не помогла это применять, как всегда они завязывают все на себя, и этот проект был заброшен на полку, но спустя годы его вытащили, да, так скажем, кремлевские деятели, да, и преподнесли, якобы, они этот проект разрабатывали. То есть вывозимый товар из опиона оплачивало, ну, как бы, государство, не бизнес в регионе. Вот такой был смысл. Ну, вот такие основные, как бы, моменты, что связаны с партией. Какие люди были? Ну, партия насчитывала, вот вопрос такой был от вас, достаточно много членов, да, кусок членов для этого маленького региона это было достаточно немало. Вот, сподвижники были, сторонники. Ну, то есть 10% населения голосовало за депутатов этой партии, это уже говорит о том, что партия имела некий вес среди населения, ну, в основном, наверное, которое родилось среди населения. Вадим, у меня такое предложение, я буду задавать вопросы, желательно короче, чтобы мы максимально за короткое время больше информации дали. Пока вот ты разговаривал, ну, излагал свои мысли, я зашел в интернет, просто зрителям напомнить, что такое Калининградская область. Это до 4 июля 1946 года, это Кенюксбергская область Германии. Германии, вот война закончилась, отобрали советы и переписали юридикцию Советского Союза России. 15 125 километров квадратных, ну, это по казахстанским регионам, это районы, даже есть совхозы такой, один совхоз столько площади имеет, маленький, имею в виду. Население, правильно, 1 миллион, 32 тысячи по последней переписи. Ну, и 600 человек для такой партии, да, это большое количество. А вот теперь мне интересует, Вадим, сам как попал в партию, когда в эту, и сейчас это партия, что? Потом судьба Сергея Паско, Юрия Маточкина, кратко, на эти вопросы, если можно. Ну, я еще в девятом году обратил на это внимание, на эти все эти процессы, да, вот как раз по этому проекту «Календарту Европы». Вот, да, после Сергея Паско был такой Рустам Васильев, человек, да, тоже местный житель с нашего региона, он занимался этими проектами. Как я туда попал, но я начал заниматься региональной тематикой, как бы общаться с жителями региона, выходили мы на пикеты, как регионалисты, потому что мы себя позиционировали в первую очередь как регионалисты. Наша партия была многонациональна, так как наш регион многонациональный. Микс народов на самом деле. Сложно сказать, какой народ преобладает, хотя Кремль утверждает, что это русские, но не совсем русские. У нас очень большие кровосмешения. Первая нация – это якобы русские, потом украинцы идут, потом белорусы, литовцы и другие национальные. Паско сейчас чем занимается, он где, Сергей? Что еще? Сергей Паско, который партию основывал, он сейчас где их? К сожалению, Сергея Паско больше нет. Мы считаем, что его отравили. Депутатов, которые были на тот момент в регионе, начали преследовать. Это был 2003 год, 2002-2003 год, так как партию официально Кремль через суд закрывал. И закрыл на основании того, что региональные партии больше не могут существовать. Депутаты убежали за рубеж, больше они не живут в регионе. Сергея Паско, почему мы думаем, что отравили? Было у нас такое мероприятие в поселке Интарном. Там стоит монумент, расстрелянным евреем. И Сергей Паско каждый год туда был приглашен еврейским сообществом на это мероприятие. Дань памяти это называется. И после этого мероприятия Сергей Паско умер, якобы не случился сердечный приступ. Я считаю, и в принципе наши сторонники, что его не стали ликвидировать, сажать в тюрьму, так как это был известный региональный политик. У нас в регионе его знали, как и в Польше, и в Литве, и в Германии. И в Евросоюзе о нем знали. В каком году он умер? В каком году? В 2000... Сейчас скажу, если не ошибаюсь, в 2015, по-моему. Ну, это однозначно ФСБ. Однозначно ФСБ, Путин, потому что они вот так вот ликвидируют. Ну, смотрите, изначально партия декларировала экономическую самостоятельность Калининграда. Сейчас, я так понял, вы суверенитет вопрос поднимаете. Правильно же, да? Да, мы хотим суверенитет, потому что Сергей Паськой годами также понял, что никакой федерации на самом деле не существует. И мы сейчас, и тогда Сергей Паськой говорил о Балтийской республике, но мы сейчас уже говорим о полностью независимой Балтийской республике, с тежными связями с Евросоюзом, с экономическими, потому что полностью в Евросоюз сложно вступить. И как бы мы имеем в региону людей, которые заинтересованы в этом, потому что регион сейчас в плачевном состоянии, санкции на этот регион работают 100%, а нам конфликты именно на септелении, у которой проживала достаточно давно и кто родился, не нужны там. Мы воспринимаем Литву и Польшу как наших соседей, как бы то ни было. Вот здесь у меня такой важный вопрос напрашивается, тем более я эту тему в России периодически освещал, освещаю, буду освещать. Вообще Россия, я говорю, это недогосударство, это империя, построенная на штыках, тюрьма народов, она должна рухнуть вообще. И на осколках, значит, должны воссоздаться национальные республики, государства, разницы нет, национальные. Вот здесь вот понятно, Башкортостан, Патарстан, Туа, независимость северных народов, Якутии, Чукотки, Эльзия, Ханси, Манси, сотни, сотни, да. Самое главное, они, кремлевские стратегии, они провели большую работу по обсификации, переписали, в том числе, несколько миллионов казахов переписали в русских. Просто, такую работу, планомерную, на протяжении веков проводили, это не за только время советизации было, это советское период, до советского периода еще, когда экспансия, 18-й год, 18-й век, 19-й век, активно проводили Кремль, Российская империя, Петербург или сидели, или в Москве сидели, разницы нет, значит, захват территорий, подминали под себя этносы, переписывали их в русские. И вот здесь вот, Калининград особняком стоит, здесь четко ясно, здесь россияне, по идее, не имеют никаких прав. Если мы всегда говорим, любые демократические, значит, мыслящие люди, которые себя позиционируют демократами, во главу должны вставить вопрос законности, справедливости, и т.д. вот здесь вот, Чунигсбергская земля, немецкая земля, вот этот момент, вы как это, рассматриваете, или не принимаете во внимание, потом, национальный состав людей, которые в Калининградской области, вот, я понимаю, вот смотрите, Советский Совет был, они как делали, с другой территории, Калининград загоняет, оттуда, немцы есть, по Волжье, шарик маленький катает, главное, оторвать от корней полностью, а потом на новом месте из него делают манкурта, вот мы приходим к вопросу второму, который обсуждали манкурт, в моем понимании, россияне, ну, сто не сто, есть Кавказские республики, они никогда не смешивались с этими, с центром, метрополией Москвой, взять, это Дакистан, Чечня, Кабардино-Балкария, вот они, четко всегда, ихний, ну, народ так, они себя вели, грамотно, да, не давали смешивать, ни сами никуда не заходили, и в свои республики не допускали, чтобы заходили переселенцы, так называемые, да, и чтобы они растворяли местную нацию, они держали свою, держат, но, чего не скажешь, о народах по Волжье, той же Ленинградской области, той же, вообще, Сибирь, полностью, у России удалось это сделать, оманкурчить, и я считаю, что вот эта сторона, большая, процентов 80, российских земель, люди живут манкурты, вот, тактика какая, севера берут туда, запада сюда, перемешивают, и потом работают над сознанием, ты русский, в основном, перевозили, перевозили из Украины, вот, то, что мы называем русские, я так полагаю, это большинство украинцы, казахи, белорусы много не составляли, вот, вот здесь вот, Вадим, как мыслишь, вот эти моменты, нюансы? Ну, как сказать, неслишь эти нюансы, начнем с того, что, территориально, да, вот этой территории, Германия, оказалась, и от многих земель, восточная Пруссия была 100 тысяч квадратных километров, большая часть территории досталась в Польше, вот, получается так, это такой ящик Пандоры, поэтому мы считаем, что 15 тысяч квадратных километров эти должны быть под юрисдикцией Европейского Союза, а по поводу населения, ну, например, я родился там в регионе, мои родители родились, у нас нет другой родины, если отталкиваться от международных законов, есть такой римский статут, конечно же, Россия его нарушает сейчас, в Украине, мы прекрасно это понимаем, но если Литва, Польша, наши соседи также подписали этот римский статут, и основные части европейских государств, там есть такой пункт о недепортации населения, вот, например, ну, местного населения, да, которое там родилось, куда мы поедем, у нас нет другой родины, и стоит учесть такие факты, не все туда жители ехали добровольно, некоторые жители туда ехали добровольно принудительно, то есть Советский Союз принуждал туда выезжать как специалистов, вот, и также есть международные законы ООН, да, не депортации, поэтому, как бы, это пространство, мы не отказываемся от населения, которое когда-то проживало, допустим, мы не против, чтобы у нас на примере, как в Швейцарии, были какие-то кантоны, немецкие деревни, допустим, да, польские какие-то деревни, да, но есть еще такая нация, все-таки пруссы, это были до Тептонского ордена, Тептонский орден, Германия захватывал пруссов, исторически, да, это нация вообще приближена больше к летову, вот, есть такая народность жемантий, в Литве, жемантий, вот они тесно жили в сотрудничестве с пруссами, вот, и я хочу сказать, что пруссы, конечно, чистокровных сложно сказать, есть ли они, да, но, например, у меня выходили со стороны побольше пруссы, они также заинтересованы проживать на этом пространстве, то есть, мы готовы принять в дальнейшем народы, да, потому что мы считаем, что Россия тюрьма народа, и мы готовы принять народа на нашей территории, которые имели отношение к этой территории, жить все совместно, вот в таком формате. Вот я 29 июля Денисом Игрюмовым разговор делал с ПАД РФ неминуем. Тоже вопрос поднимаю, я вот это, я считаю, вообще главный вопрос. Сейчас вот международное сообщество, там все представители говорят, вот, надо ставить главный вопрос, где империализация России, деколонизация, но, на мой взгляд, они не договаривают, может быть, деликатность, может быть, считается как-то это через край, но, я считаю, самый главный вопрос стоять по отношению к России, должен это вопрос дерусификации, что это означает. историю России, если взять, ну, я только что сказал до этого, Путин сам признал, вот он, и дословно его слова, какие русские, говорит, не было никаких русских до 9 века, русские начали формироваться из этносов, украинцев, белорусов, угрофинов, евреев, несинайского происхождения, ну, и, потом они, говорят, начали собирать, кто рядом, распространяться. Это молодая нация, это искусственная нация, он сам признал. И вот здесь мы видим агрессивную природу Российской империи, они не просто он так же, он так говорит, культурно, а как, штуком только приходят, территорию захватывают, потом людей оттуда выдергивают на другую часть империи, оттуда сюда, ну, как я говорил, шарик маленький, оторвать от корней и проводят политику русификации. Вот Казахстане это следов не оставили, потому что Казахстан кочевники, там в свое время не было архивов, и это трудно было отследить. Украине есть, Украине отследили указы Петра I Екатерины, как они запрещали эту украинскую мову, письменность есть все, они сейчас выкладывают, и сейчас договорились для того, что русские, а украинцев не было, тогда как исторические факты свидетельствуют о том, что русских не было, были украинцы, ну и другие. Время прошло, мы же помним, это в каком году, в 1941 году, немцев из Поволжья выселили Средняя Азия, к нам Казахстан, Сибирь, миллион человек. Откуда немцы? Ну естественно, Петр I, это его династия, это немцы, они завозили из Германии. Вот о чем и речь? Вот захватили все земли, не было русской нации, вот они создавали Петр, Екатерина, Романовы, создавали империю. Теперь время прошло, историческое время показывает что? Несостоятельность империи. Вот империя, она несостоятельна. Сейчас демократия, конкуренция, а империя и демократия вещи несовместимые. Одно исключает другого. Вот я недавно там в Фейсбуке Леонид Невзлин пост какой-то писал, я комментарии там пишу, вот я вижу, что российские некоторые политические деятели, в том числе Ходорковский, Каспаров и другие, они лелеют мечту сохранить Россию. Мы сделаем, говорит, Навальный, мы сделаем, говорит, Навальный вообще юморист, КВНщик, я говорю. Россия, прекрасная Россия будущего. Россия, империя, а еще раз, империя и демократия несовместимые, взаимоисключающие понятия. Вот здесь мне импонирует политика, которую проводит Олег Моголевский, Илья Пономарев, Андрей Ларионов, они ясно, четко говорят, империя должна рухнуть, национальные республики должны создаться, если они посчитают нужным, мы какой-то союз будем делать, ну как Евросоюз, не хотят самостоятельно. Вот что должно произойти, я считаю. И у меня в этой связи сейчас вопрос тебе, Вадим. Путин говорит сам, я был бы рад, если бы в моей крови была кровь украинцев. Это его откровение. Весь видео, я может быть даже сюда вставлю, если найду сейчас у себя, что он родом из этих крепостных. Ну кто такие крепостные? Рабы. Это безродные. У нас в Казахстане существует версия возникновения русских. Вообще у всех же есть такой вопрос, да? Вот немец, немец, итальянец, итальянец, американец, ну только одна нация прилагательным обозначается русский, остальные ими существительные. Слышал наверное этот спор? Да, естественно. У нас версия есть такая, что это свое время, я почему говорю, вот это Украина и казахи огромную роль занимают в этом становлении Российской империи как государства России вообще, ну и немцы конечно, это Рюриковичи там. Когда формировались значит формировались вот эти два этноса украинцы, они основной костях составили русских, которые переписали просто и казахи. и вот здесь самое главное что, мысль какая, вот они сейчас заставили, переписали, Путин сам безродный, вот у нас говорят, когда формировали российскую нацию, дворяне такие были, это, ну, дворяне кто, это князья, которые имели армию, в основном это были ставленники этих ордынских, ордынцев, ордынские князья, они имели войска и наделяли земли с крепостными. И вот когда кто-то приходит, кто-то приходит там, Рюриковичи, кто-то немецкие корни имеет, кто-то украинские князья, ордынские князья, не только там казахские, киргизские, узбекские, а была масса людей, простые люди, их просто назвали русс, русс это безродные, это такая версия идет, его никто не опроверг, а вот обосновать, что именно русские нации, я не видел, вот я читал, честно скажу, энциклопедию и т.д. И здесь вот Путин сам говорит, да, я был бы рад, если бы у меня была украинская кровь, ну, какой-то урод его, значит, я бы начался по атаку, он был безродный русс из крепостных, сам свою родословную изучал, вот я считаю, что в России сейчас все должны позаниматься своей родословной, выяснить, если они позанимаются, я уверен, многие найдут корни, те же украинские корни, те же белорусские корни, у графин, эрзя и т.д. я не русофоб, не я выдвигал эту версию, Путин сам, у меня видео есть, он сам сказал, а он с бухты-барахты это не лякал, у него стоял вопрос национальной идеи, мы русские великие, и он, чтобы эту идею продвигать, он должен был вникнуть в вопрос, так он и вник, и когда ученые и историки ему собрали, они ему дали, откуда мы, русичи, появились, и когда, и вот он сказал, в 9 веке, вот так вот, ребята, поэтому он говорит, украинцы, вас нету, вы в 9 веке вошли в нацию русскую, вот, почему он не дает им право на самобытность, на государственность, вас нету, вы русские, он открыто это говорил, ну, начнем с того, что кто такой Путин, вообще, чтобы решать за украинцев, вообще, что такое, ну, славяне, да, откуда они пошли, ну, в моем понимании, да, и как я изучал это исторически, так же, это Киевская Русь, она была первая, а потом появилась Московия, вот, первоначально, кто такие русские, ну, славянские народы, да, проживали, я соглашусь, в особенном месте, это Новгород, это Новгород, остальные, в моем понимании, народы, да, они действительно, в России замиксованы, что говорить вообще о моем регионе, он очень маленький, там у нас вообще большое правосвещение, что, как говорит, по национальности, что каждый, так скажем, россиянин, свою, так скажем, национальную принадлежность изучил, я с этим согласен, я ее изучил, у меня есть республиканские корни, у меня также есть корни, не знаю, белорусы, литовцы, там, поляки, на Смоленщине мои предки проживали по матери, то есть, ближе к белорусской границе, то есть, я себя русским не считаю, я себя причисляю, так скажем, как бы там это ни звучало, да, в связи с тем, что я проживал в этом регионе и родился там, да, мои родители родились, да, вот у нас есть своя там самая идентичность, да, все-таки, мы отмечаемся от других россиян, ментально, что мы ближе, как бы, к Европе, да, и люди там, у нас другие, молодежь у нас, мысли с другими стереотипами, если бы не было пропаганды, было бы еще лучше, то есть, мы еще одна народность, да, потому что мы говорим, мы хотим четвертую Балтийскую республику, мы как Балти, да, Балтийцы, все, мы живем возле моря, еще одна такая народность, понятно, что сейчас можно говорить, что это искусственно, но по-другому никак, да, национальный русский сейчас встает огромнейший вопрос, и на самом деле русский может считать себя, якобы он русский, да, на самом деле там много финалугорских корней, украинских, и так далее, я с этим соглашусь, потому что, это самая замиксованная страна, но пропаганда работает так, что вот вы русские еще. Ну да, вопрос второго, нужно требовать разрешения, правильно же, да, вот как считаешь, у которых, людей, которых, вот тем или иным образом, заставили, побудили, сделали так, что они вынуждены были переписаться в русский, они должны же пройти процедуру дежурсификации, как считаешь? Ну, конечно, должны, если они этого хотят, если они себя чувствуют не русскими, они не должны пройти процедуру, я согласен с этим. Вот мы до записи разговора разговаривали, и, Вадим, хотел, вроде, сказать какие-то мысли в отношении манкуртов в Казахстане, что ты имел в виду? Ну, я вот наблюдаю, да, вот эти попознавения в интернете очень много, те условно так называемые русские, не знаю, кто они по происхождению, проживающие в границе с Россией, да, и Казахстаном, вот, они там говорят, мы там за Россию, хотя они никогда в России не были, может быть, когда-то выезжали, я считаю, что это опасное общество для Казахстана, на самом деле, вот, они должны осознавать, я считаю, эти люди, да, если вы живете в Казахстане, вы должны за это время выучить язык, хотя бы на коммуникационном уровне, вот, и быть гражданином этой страны, а не говорить, что там эта территория когда-то была Россия, вот, в моем понимании, это манкурты для вашей страны, вот, они опасны для общества, я не говорю, что их надо ничевать, с ними надо работать, если им что-то не нравится в Казахстане, да, они считают, что нужны переделы границ, тогда, бог и судья, конечно, это глупости, их надо им предложить уехать в Россию, едьте в Россию, если вы так любите Россию, едьте в Россию, что вы сидите в Казахстане, да, и говорите, что это Россия, вот, это их манкуртность, так скажем, да, этот нарратив, который они там развивают, и таких предостаточно, которые никогда не жили в России, пользуются благами каких-то стран, так же и в Европе такие проживают, и говорят, что вот вы там за Россию, она там наша матушка, и все такое. Правильно, полностью согласен. Вопрос в том, куда они поедут, к России как таковой, нет их понимания, они думают, Россия это Руссия, русские, нет такого, вот они даже не понимают, они вот, они отчет не дают, я писал неоднократно, вы поймите, говорю, вы должны интегрироваться в казахской нации, вы должны интегрировать, вы должны считать себя казахами, вот, казахами, потому что в любой стране, любой, кто не поедет в Германию, он становится немцем, Данию, датчанинам, Италию, итальянцам, это только единственная нация есть, искусственная, русские, безродные, которые везде резут и создают проблемы, везде, вот, поговорка прямо, дословная, там где, хорошо, там где нас нет, это, я, конечно, не всех русских, я далек от этого, но мы должны понимать четко, что, как пятая колонна используется, вот, русских, и Украине, вот эта война, именно из-за этого развязана, чтобы жили граждане Украины, русской национальности, и пропаганда, русская пропаганда, русская, она раскрутила, накрутила, типа, мы там особенные, мы будем говорить на русском языке, мы не дадим на украинском языке, договорились до того, что нет украинского языка, нет украинцы, украинцы, в то время, как украинцы, это мать, это мать для россиян, Украина, по сути, так же, как и казахи, это отец, для, я не образно, то, что там, украинцы с этим казахом сошлись, они родили, нет, образно, потому что, именно на базе украинцев, казахов, эта империя возникла, Россия, это что, это останки, золотой орды, вот, Путин, я неоднократно говорил, он ведет себя, как Чингисхан, он вел себя, как Чингисхан, но, империя, рано или поздно, любая империя, она рушится, это, исторический факт, никто от этого уйти не сможет, но вместе с этой империей, рухнет и то, что они создавали, как Путин говорил, в 9 веке, искусственное образование, да, я, Виталий, живу, вот, ты же за то, что сказал, правильно я услышал, в разных регионах разные люди, Италии, неаполитанцы, флорентийцы, генуэзцы, римляне, совершенно разные люди, некоторые даже диалект другой, не понимают друг друга, но, пришло время, они сказали, мы будем едины нацией, а раньше и было, это Генуэ, это само государство, Неаполь, сам князь, Милан сам, да, Эммануил их объединил, и вся, Италия, государство, но, для России, пример Америка, Соединенные Штаты Америки, там тоже, условно, белые люди, так, испанцы и т.д., поехали в Америку, там жили кочевники, индейцы, всех перекрошили, переехали туда, захватили земли, реестр завели, эти земли, переписали, это наша земля, но у них получилось создать нацию, американскую, сейчас, граждане Америки, никто себя порабощенным не чувствует, все довольны, американский паспорт, это мечта, во всех частях света, чего не скажешь о российском паспорте, получилось создать государство, нацию, кроме Америки, Канада, Австралия, история такая же, белый человек, заходит к аборигенам, свою культуру, уничтожает, и создает свое государство, нации, ну, опять же, у них получилось, те же аборигены, сейчас довольны, что в Австралии, что в Канаде, что в США, чего не случилось, не получилось у России, вот я хочу, главное, можно донести, до граждан Казахстана, русской национальности, вот этот проект, Россия, русская нация, он до конца не сформировался, вот в чем вопрос, и после событий украинских, уже всем, кто может логически мыслить, должно быть понятно, что все, это крах, крах Российской империи, а как Путин сам признал, то, что вот сейчас хотят, Запад, они хотят раздробить нас, на Московию, тогда и русской нации не будет, оно к этому идет, это исторический процесс, и никто уже не сможет помешать, ни Путин, как бы он ни пользовался, ни тужился, исторические процессы, они складываются, идут веками, столетиями, формируются, там свои законы, свои вихри какие-то, и вот, было, Россия, там, империя рухнула в 17-м году, потом 91-й год, Советский Союз, это тоже Российская империя, и вот, последняя агония идет, в наше время, здесь, конечно, цивилизованные в форме, граждане России, должны, вот как Вадим Петров, вот другие, сейчас много их, допустим, я с Денисом Угримовым разговор вел, он говорит, четко, Ержан, я еврей, но, я здесь, вот, будет, русская республика какая-то, я, себя позиционирую там, русским буду. Другой русский тоже, который был до недавнего времени, Анатолий Чубайс, человек высшей иерархии, идеолог, он, вот, поразмыслив, он для себя решил, что здесь никаких перспектив нет, он тихо, он ни слова, ни поста, нигде не написал, уехал в Израиль, отказался от гражданского российского, принял гражданское. Израиль, я евреям сказал, Александр Невзоров, тоже ушел в Украине, получил гражданство, отказался. Вот какие процессы происходят. Пугачева, Галкин, да там много сейчас, деятели культуры, люди, которые имеют разум, они сделали правильные выводы, они спрогнозировали, последствия какие будут, а последствия, после того, что русские натворили в Буче, Ильпене, Гостемеле, Мариуполе, Харькове, друзья, сейчас в одной семье четыре сотки, вот этих материалов, их на сотни лет будет, да, то, что творили, еще будет расследование, международных судов, Гаагских судов, украинских судов, все, крест на Российской империи, русская нация, то, что создано искусственно, на штыках, насилием, оно никакой перспективы не имеет, и вот здесь, люди должны сделать однозначные выводы, Казахстане, значит, мы должны строим Казахскую республику, Вадим правильно говорит, да, никакого манкуртизма, никакого там ориентации на север не должно быть, вот, есть страна, есть земля, на которой ты растишь хлеб, растишь своих сыновей, дочерей, живи в мире и согласии, не надо там ходить, что-то подло мыслить сейчас, Володя зайдет, мы отберем, вам не в пример, что ли, что вот, я русским нашим говорю, вот ДНР и ЛНР, самые первые, кто пострадали, пушечное мясо, это русские, которые были ДНР и ЛНР, они какую-то бредовую идею, Путин прокинул им, Путин прокинул, но Путин политик, он играет вами, как игрушкой, вот смотрите верхушку России, еще с этих времен, Хрущев, где дети его, в Америке, Брежнев, где дети, в Америке, Сталин, где, в Америке, Горбачев, где, в Германии, Путина, где, вот он сейчас у власти сидит, дочки, в России, под Рязани, дом построили, вот это, какое-то хозяйство, нет, конечно, одна в Германии, вторая в Корее, по-моему, вас за нос водят, лапшу навешали, типа, вы русские, вы великие, и вас берут великих, этих, бурятов, там, казахов, других, мясорубку, для чего? Для того, чтобы держаться у власти, манипулировать, и везде, в Украине, Казахстане, формируют пятые колонны, заряжают им мозги, и тоже на войну, вот, ДНР, ЛНР, должен быть вам примером, что, эта политика, она, приводит к тупику, простые люди только страдают, я брал интервью, Вадим, казаха, он в Афганистане родился, в Казахстане не прожидался, в Дании живет, я говорю, ты кто, я говорю, датчанин, я говорю, ты патриот казах? Нет, это патриот дани, я сейчас живу здесь, я благодарю датское правительство, моих детей бесплатно учат, работу дают мне, я говорю, датчанин, вот, человек, если выбрал определенную землю, вот, как Вадим говорит, Казахстанин, ну, будь представителем Казахской республики, патриотом, так же, как американцы, так же, как итальянцы, приехал, все, а вот сидеть, везде ходить, ну, вы идиоты, я не понимаю, живой пример, да, Владимир, что, русские же, ЛНР, ДНР, самый первый, всех вылавлялись, подвалы потаскивали, на фронт, их же, это, мясорубку, они прошли, все, добро, ну, естественно, ну, открывать этот черный ящик, пантор, делить от каких-то территории, а именно, там, каких-то республик, которые уже состояли, до той же Украины, но это абсурдно, это та же самая, сейчас, например, сказать, мы хотим снова восточную путь, то есть, отличать должны территории забрать в Польше, Литвы, да, и эту территорию, на котором сейчас, мы регион, так скажем, не старый край, ну, то есть, этого не будет, не нужна вот эта дележка, это черный ящик панторы, на самом деле, который открыл Путин, напал на Украину, оккупировал территории, Грузии там что творилось, Приднестровье, самое, что интересно, такие факты, сама территория, ну, России, так скажем, не развивается, все это, ну, гниет, исчезает деревни, а какие-то новые территории винить или понадобие, где проживают там какие-то... Ну вот, это его политика, захватить, это наше, он здесь не может, по колено в говне, да, единственный Путин, конечно, Путин, Лавров, Песков, они в шоколаде, двадцатьи на миллиарды, а народ, они вот этой легенды, вы русские великие, и в Абхазию, и в Грузию, и в Украину, и куда только не лезут. Вот это должны понять люди. Да, если Россия, так скажем, превратится в хостр-россию, русские, если они себя считают русскими, да, определенная группа людей, никто им не мешает создать республику. И это минус был тогда, когда развалился Советский Союз, когда, так скажем, условно, русские, кто себя считал, они не создали своего национального государства, а теперь его нет, фактически нет, и это никому не надо. Вот сейчас есть тоже так же шанс, условно, кто считает себя русскими, создать свое государство. Ну, предположительно, вот, например, Залехия, Москва, Подмосковье. Вот такая территория, в принципе. Может, еще какие-то места, без понятия. Это все выбор народа. Правильно. Ну, Вадим, 43 минуты мы поговорили, я думаю, достаточно мысли изложили. Для начала, дальше будут вопросы, если друзья, ставьте комменты, пишите, какие вопросы интересуют. Вот мой телефон, плюс 39 377 083 27 83, если кто там мыслит иначе, если есть что сказать, пожалуйста, мы будем эту тему освещать. В любом случае, народ должен заходить в политику. Я сейчас вижу, вот, два народа, замерзшие, у них в мозгах мерзлота вечная. Это российский народ и казахстанский народ. Я понимаю, конечно, почему это так, это, чироистическое государство, любое проявление какого-то интереса к политической, общественной деятельности пресекается на корню, но, тем не менее, есть люди, которые поднимают знамена, выдвигают идеи, я вот, в частности, в Италии сижу, знамя партии Халтандао, идеи, которые позволят выйти из-под оков влияния русского мира, этого сраного, добиться независимости нашей страны, Вадим Петров, другие, Олег Моголецкий, Денис Угрюмов, ну, есть люди, которые вышли на борьбу, они за границей, я призываю граждан России, граждан Казахстана поддерживать таких людей, дать силу, помощь этим людям, и мы должны добиться перемен, перемены нам нужны, хорошие, добрые перемены, а вот так сидеть, ждать, что-то от Путина, от других этих подонков, их только, как говорится, горбатого могилы исправит, иначе никак они не исправятся, добро, Вадим, спасибо за разговор, Иван, Иршан, всего доброго, до следующей встречи, хорошо.